Никто не против? За! Да, ну, когда я вошла вот оттуда на эту выставку и прошлась, мне захотелось плакать и рыдать, и очень громко. И это чувство меня не оставляет, а сейчас, когда после слов Ани, мне еще больше захотелось плакать, и я думаю, сейчас приду домой и просто поплачу как следует и в воле. То есть я себе представляла, что это будет выставка Ани Кузнецовой, работы, которую я знаю, которых очень много, они невероятно неожиданные, они потрясающие, потому что Аня очень многогранная художница. Я думала, так я себе представляла, что это будет богатая выставка Ани Кузнецовой и немножечко Толи Камильевны. И что я увидела? Аня, в общем, Аня, конечно, достигла минимализма абсолютного. То есть, с одной стороны, это, конечно, потрясающе, потому что мы ни разу не видели эту крипту вот в таком обнаженном виде, потому что тут все время действительно выставки с блестками, они прекрасные, они такие, ну, будем сказать, веселые, невеселые, но это все, как бы все пространство, его не видно. Сейчас оно все обнажено, и Аня, конечно, у нее много даже по этой теме есть работы, но мне кажется, что все-таки она могла бы нас немножко побаловать своими работами, потому что я просто вот вспоминаю и вижу, я многих приглашала и рассказывала, как эта потрясающая художница Аня Кузнецова, но когда они сюда придут, они, конечно, ну, им с трудом, они только могут поверить мне на словах, но потому что тут увидеть очень мало, что можно. Вот, и мы просто вот, ну, что говорить про Камиль, но он плохо доставлялся. И я очень рада, что все-таки я Аню Кузнецову соединила с Ниной Киприк, потому что они в мире не так много таких людей, как Нина Киприк и Аня Кузнецова. Вообще кот на плаку. Но это уже слишком, это, например, наоборот, говорит мне о моей греховности, когда я смотрю на очень спокойную всегда Ниночку, которая вообще раздражает меня, я все время в раздражении нахожусь. А Нина, когда я даже скажу, что она так подойдет, погладит, я думаю, боже, какой счастье. Вот, и, ну, Аня более жизненно наполнена какими-то невероятными трагедиями, с моей точки зрения, и вообще про него можно написать отдельный роман. Аня, я знаю, лет с 14, с 13. В общем, с маленькой девочкой до взрослой женщины. И, поверьте мне, у нее действительно есть потрясающая работа. И дар художника Кузнецовой быть потрясающе открытым. Вот, то, как она может увидеть мир, непреднамеренно, абсолютно. Мне кажется, это даже никому не дано, это какое-то действительно замечательное свойство православного человека. Вот я расскажу только, можно один маленький эпизод. Мне через забор передали, навязали рассаду капусты, которую я ненавижу. У меня с горяду будет замечательная капуста, вот эта вот, так она, не качанная, а цветная же. Ну, выросла, никакой цветной не выросла. Я ее так вот напихала, и выросли громадные листья этой капусты. Но у меня ее уничтожает жалко. Наступила осень, я там что-то ковыряюсь вокруг этой капусты. Приходит Аня Кузнецова. Разговаривает, исчезает к себе, приносит колоссальный роман бумаги, и начинает писать эту капусту, при том, это потрясающие работы какие-то. Это не капуста, это какой-то чудо. Я думаю, господи, спасибо, что я вырастила эту капусту, хотя бы для чего-то она пригодилась. Ну, вот я такой художник, который, ну, уже иду своим коридором, я не в состоянии увидеть все на свете, вот как Аня может от капусты до лопат, то есть диапазон замечательный. Так что вот простите за мою такую длинную речь Ваславу Ане Кузнецовой, но поверьте мне, у нее миллионы работ, и они все достойны, ну, какого-то глубокого понимания, содержания, вот так. Спасибо.